Александр Стояногла хочет вернуться на прежнее место работы. Его адвоката спорили в суде указ президента, которому он был освобожден от должности генпрокурора. Происходит это после того, как три дня назад Высший совет прокуроров объявил о начале нового конкурса на пост главы генпрокуратуры. Господин Стояногла инициировал процедуру оспаривания законности указа президента Республики Молдова в связи с его отставкой, поскольку все административные акты, в частности все решения Высшего совета прокуроров, по его оценке и предложению об увольнении были оспорены и находятся на рассмотрении в судебных инстанциях. Более того, в администрацию президента уже направлен предварительный запрос, в том числе с просьбой приостановить исполнение заявления об отставке, на что уже получен отказ. Таким образом, Александр Стояногла хочет, чтобы указ, который глава государства подписала два месяца назад, был отменен, а его восстановили в должности генпрокурора. Мы поспешили к самому Стояногла за комментарием, но наши звонки остались без ответа. По закону Стояногла избрали сроком на семь лет. Он выиграл конкурс в 2019 году и пробыл в этой должности до осени 21-го, тогда его задержали по уголовному делу. Два года Стояногла пребывал в статусе отстраненного от должности прокурора, то есть до конца мандат не завершил. С другой стороны, в Высшем совете прокуроров заявили, что вскоре на пост главы генпрокуратуры будет объявлен новый конкурс. Сможет ли Стояногла участвовать в конкурсе? Не знаю, сможет ли он участвовать, потому что генеральный прокурор назначается сроком на семь лет и не может быть переизвран. Если Вы спрашиваете меня, считается ли его мандат исчерпанным, если он был отправлен в отставку досрочно, я не знаю, сталкивался ли Конституционный суд когда-либо с подобным, чтобы мы могли подать заявку путем интерпретации. С моей точки зрения, нет. Но нужно изучить более внимательно. Спикер парламента, в свою очередь, дал понять, возвращения Стояногла он не желает. Этот человек останется в истории Республики Молдова с высказыванием «Привет слава» и тем, как государственный чиновник, который должен бороться с преступностью и коррупцией, лично разговаривает с заключенными. Мы запомним его таким. Два дня назад Европейский суд по правам человека вынес решение по жалобе Стояногла. Судьи усмотрели нарушение в процедуре отстранения его от должности, в частности, то, что ему не было предоставлено право обжаловать решение. В свою защиту Минюст заявил, что на тот момент закон не предусматривал возможности оспаривания решения Высшего совета прокуроров, а изменения в законодательную базу были внесены лишь недавно. Стояногла вменяет злоупотребление служебным положением, превышение служебных обязанностей, пассивную коррупцию и предоставление ложной информации. Сам он все обвинения отвергает.